Дорогие единомышленники, мне очень приятно, что сегодня все-таки собрались люди, которые посвящают час времени своему здоровью, чтобы узнать что-то новое. Я не диетолог, сразу же скажу, поскольку уже давно в народной нетрадиционной медицине, и вот питание — это неотъемлемая часть моих назначений пациентов. Слава Богу, у меня есть прибор, который позволяет определять индивидуальное питание для каждого. Но поскольку я еще в последнее время занялась и программами коррекции веса, мне пришлось еще больше углубиться в питании. И вы знаете, я за последний год столько информации получила о питании, то, что даже я не читала в обычных учебниках по диетологии. Поэтому я с вами с удовольствием сегодня этим поделюсь, и я вижу просто клинически, как питание влияет на наше здоровье. Мне недавно пришлось услышать очень интересную лекцию научного консультанта клиники оптимального питания Патрика Хлоффорда из Лондона. Это батюшка Сергея Анатольевича. И он очень хорошо выделил 7 золотых ключей к здоровью, которые пропагандирует их клиника. И на первом месте, как вы видите, это система питания. На втором месте работа с водой. Это не только питье воды, но это и различные наружные применения воды. Об этом можно вообще отдельную лекцию читать. Это, естественно, детоксикация. Я думаю, что вы все согласитесь, что очень важно, поскольку мы живем в достаточно сложном мире в плане токсинов. Энергетические упражнения, то, что говорила Розаи Николаевна. То есть не просто, даже само собой, что мы должны делать физические упражнения. Потому что, сразу забегу наперед, что один из моментов, когда происходит старение, это блокада ферментов. А ферменты митохондрия. Вы, наверное, слышали такое со школы, да, название еще. А оказывается, что митохондрия очень много в мышцах. И если мы теряем мышечную массу, мы теряем активность митохондрии. Поэтому, где бы я ни была, физическая активность, она всегда звучит. Какое бы люди лечения не предлагали, стандартная, гомеопатическая, физическая активность всегда остается на первом месте. И мало того, что просто физическая активность. Есть еще определенные виды физической активности, которые наполняют человека энергией. Дыхательная гимнастика тоже очень важна. Потому что дыхательная гимнастика, во-первых, она заставляет работать диафрагм. Диафрагма. Наша диафрагма работает, она движет лимфу, она движет венужную кровь. Она создает, как бы, моторику пищеварительных органов. Кроме того, дыхательная гимнастика создает баланс между кислородом и углекислым газом в нашем организме. А это и сосудистый тонус, и тонус капилляра. Работа с телом. Это то, что, к сожалению, по-моему, никто из нас не делает. Массажи, массажи с маслами. Надо сказать, что один-единственный раз я была в Таиланде, и потому что была 10 дней плохая погода, мы каждый день ходили на массаж с маслами. И я тогда увидела, что такое масла. Вы знаете, кожа стала просто... Если она после первых сеансов мгновенно впитывала эти масла, то в конце она просто была шелковистая, то есть уже казалось, что эти масла уже не впитываются. Поэтому два раза в неделю ванна с последующим массажем ее масла, это, конечно, очень желательно. Ну и, конечно же, прием нутрицептиков и гумерметических препаратов. Вот такие золотые ключи здоровья. В принципе, не так уж много, все они важны, и все их можно соблюдать. Система питания. Все мы знаем, для чего нам пища. С одной стороны, это энергия, как я уже говорила, это поступление. Все, что мы съедаем, расщепляется в организме до углекислого газа, воды и молекулы энергии. С другой стороны, это строительный материал для каждой клеточки, для ферментов, для гормонов, для всех органов. Но есть еще одна сторона. Питание, оказывается, способствует тем факторам, которые обеспечивают наше здоровье, красоту и долголетие. Есть еще, конечно, один фактор, для чего нам питание. Но это тот фактор, на котором бы я хотела, чтобы вы не останавливались. Потому что многие очень люди, особенно сейчас, используют пищу для того, чтобы снять какую-то стрессовую ситуацию. И даже человек, если не голоден, он начинает кушать, он просто хочет отдохнуть, расслабиться. Но в таких случаях, как правило, идет неправильная еда. Это высококалорийная, легко осваиваемые углеводы. И, безусловно, это сказывается на том, что и закисляется организм, и лишний вес появляется, метаболический синдром развивается. Так что не будем в этом направлении питаться. Будем стараться корректировать свои эмоции другими способами. Прежде всего, хотя бы физической нагрузкой. В отношении питания, как оно влияет на наше здоровье. Но прежде всего, хочу остановиться на таком факторе, как кислотно-щелочной равновесие. Вот Бернал, физиолог известный, сказал, что микроб ничто, среда все. И для того, чтобы была нормальная среда в нашем организме, нужно прежде всего кислотно-щелочной равновесие поддерживать. Баланс гормонов, зрелость иммунитета, состояние дренажных систем. Кстати, на каждый из этих пунктов наше питание также влияет. Но особенно оно влияет на кислотно-щелочной равновесие. Обычно у нас должна быть среда слабо-щелочная. Кислотность нашей крови, то есть кислотно-щелочная равновесие нашей крови, это всегда слабо-щелочная среда. И кровь имеет достаточное количество буферных систем, чтобы бороться с теми кислотами, которые мы получаем в связи с питанием, с экологией и так далее. Но если уже истощаются буферные системы крови, она забирает их у ткани. И в ткани появляется закисленность. Есть такое слово, ацидоз, наверное, слышали, кто не врач. Чем это шревато? Во-первых, в кислой среде развиваются микроорганизмы, особенно бактерии и грибы. Как бы мы ни старались иммунную систему нашу обучать, стимулировать, но пока будет кислая среда, все равно, если не одна инфекция, то другая будет появляться. Кроме того, в кислой среде не такая активность ферментов, а это дальше запускает круг нарушений в организме. Закисленность приводит к тому, что сгущается кровь и уже более замедленный ток крови, особенно по капиллярам. Закисленность приводит к тому, что лишний вес появляется, потому что жировые клетки, они пытаются компенсировать эту кислоту. И если человек, например, пытается похудеть, если имеет лишний вес, но будет поддерживать вот такую закисленность в своем организме, ему не удастся это сделать. Каким образом определяется кислотно-щелочное равновесие организма? Это достаточно простые тесты лакмусов-буманка, я не буду сейчас на этом останавливаться, если кому-то интересно, в перерыве подойдете, расскажу. Но хочу сказать, что самый такой точный и быстрый тест это определение именно кислотно-щелочного равновесия мочи, потому что и слюна тоже реагирует, но моча быстрее всего реагирует. Поэтому человек может определить, в каком состоянии он находится, в кислотном или в щелочном, потому что каждый продукт, который поступает в наш организм, он вырабатывает в конечном итоге или кислоту, или щелочность. Американские ученые в начале 21 века исследовали очень много продуктов и определили степень кислотообразующую каждого продукта. Есть таблица в интернете, я хотела разместить, но она в три слайда занимает эта таблица. Ну, примерно вы видите, что овощи, фрукты, зелень – это ощелачивающая еда, а все то, что мы любим вкусненькое – это закисляющая еда. И вот есть очень много кислотообразующих продуктов, видите, мясо больше всего оказывается, креветки еще очень сильно, все бодракообразные, обладают очень высокой закисляющей способностью. А ощелачивающей способностью очень хорошо оказывает листовая зелень. Поэтому в организме здорового человека, в питании должно быть соотношение 1 часть закисляющей продукции, 2 части ощелачивающей. Но если уже есть болезни, то только 20% можно позволить себе закисляющей продукции, 80% должно быть ощелачивающей. Кроме поддержания кислотно-щелачного равновесия, но это очень важная проблема, кроме того, оказывается, питание еще очень влияет на микробный баланс в нашем организме. В кишечнике очень много микроорганизмов, в 10 раз больше, чем количество клеток в организме, а это 95% генетической информации. Причем есть хорошие бактерии, есть плохие бактерии. Хорошие бактерии нам нужны, я не буду останавливаться на их функции, но самое главное, что они защищают эпителиальные клетки от различных повреждений и способствуют тому, что и иммунные клетки кишечника также нормально функционируют. Так вот, они питаются здоровой фищей, клинчаткой, овощей, фрукты. Это среда для питания нормальной, хорошей бактерии. Есть бактерии, недружественные, скажем так, их назовем, недружественные микроорганизмы. Это бактерии, грибы, паразиты. Конечно же, они питаются теми продуктами, которые прежде всего закисляют организм. И они нарушают целостность кишечной стенки, они способствуют проникновению, то есть ворсинки тонкого кишечника уменьшаются, способствуют проникновению токсинов, обломкам каких-то бактерий в кровь. И это, естественно, вызывает напряжение иммунной системы и вызывает уже воспаление, хроническое воспаление. Кроме того, эти недружественные бактерии, они заставляют нас не вовремя испытывать чувство голода. То есть они манипулируют нашим чувством голода, нашими пищевыми привычками. И особенно они требуют сахара. То есть если человек хочет, очень часто хочет сахар, сахар, значит это у него или какая-то стрессовая ситуация, или у него уже проблемы в кишечнике. А учитывая, что еще кишечник, кроме того, это наш мозг, то можно понять, что состояние наших микробов в кишечнике влияет на наше поведение, на наше настроение. Это доказано. И зависит оно очень сильно от питания. Вот этот слайд, он не очень красивый, потому что я его сфотографировала на втором национальном антиэйш-симпозиуме, показывает интересный эксперимент. Вот дети, которые живут на острове, питались в основном кореньями и зеленью. И вот у них, видите, зеленым цветом, это здоровая флора. А это дети в Англии, которые питались обычной европейской едой. Вот у них здоровой микрофлоры, кишечники практически нет, вся патологическая микрофлора. Кроме того, что влияние на иммунитет, это микрофлоры, оказывается микрофлора, она и способствует и возникновению лишнего веса. Вот тоже интересный эксперимент проводили. Кстати, те дети, которые вводили потом правильные бактерии, у них снижался аппетит, у них снижалась потребность к сладкому, у них снижался индекс массы тела. А вот на животных был эксперимент. Вот обычная стандартная мышка. Это стандартная мышка, которую кормили правильными бактериями. А вот мышка, которая ела фастфуд, а вот мышка, которая ела фастфуд с правильными бактериями. То есть даже если поступают иногда неправильные продукты, но мы сумеем поддерживать биоциноз кишечники, тогда индекс массы тела тоже не будет расти, не будет повышаться уровень глюкозы в крови. И в общем, мы видим, что баланс микробной флоры, который зависит от питания, это не только иммунитет, но еще и избыточный вес. Учитывая то, что доказано, что основные причины старения, это воспаление, это нарушение иммунитета, сегодня мы об этом услышим, я не буду останавливаться, окисление, это недостаток антиоксидантов, и глигирование, избыточное употребление сахара, питание опять же может действовать на эти причины старения. Ведь старение это не хронологический возраст, это повреждение наших ДНК. И оказывается, зная вот эти вот все причины, мы можем влиять на то, чтобы как можно меньше повреждать наши ДНК. Особенно мне интересен вот этот факт глигирования. То есть я знала, что есть глигированные гемоглобины, но я не подозревала, что это на первом месте сейчас, как причина старения. Проходила в 2015 году весной конференции в Японии по диетологии, и профессор Асаки, он сказал такую фразу, назовите мне единственную технологию, которая бы революционно изменила здоровье человека. Как вы думаете, что это была за технология? Революционная. Исключить из своего питания сахар. Давно уже дописали, что сахар способствует снижению иммунитета. Даже были у нас когда-то методички, что когда ребенок сидал сахар, у него снижалось количество лейкоцитов. Были работы, что сахар разрушает коллаген. То есть действительно человек, когда начинает кушать сладкую пищу, у него становится дряблая кожа. Но чтобы это так влияло на старение, для меня, например, это было открыто. И, конечно же, один из показателей, насколько у вас глигированный организм, это глигированный гемоглобин. То есть это назначение дают андокринологи, они его и интерпретируют. И поэтому, конечно, учитывая то, что норма для женщин в сутки 6 чайных ложек сахара, для мужчин 9 чайных ложек сахара, обычно наши люди минимум 20-30 чайных ложек сахара принимают, если брать перерасчет каждого продукта. Так что сахар и хлеб, а хлеб, между прочим, это содержит в большом количестве сахар, есть амилопектин А, это тоже углевод. И, оказывается, гликемический индекс хлеба больше, чем гликемический индекс шникерса. Поэтому злоупотребление, особенно хлебом, изделиями из белой муки, это для здоровья совсем не полезно. И я дальше еще об этом скажу. Вот в отношении хлеба, я сейчас как раз перейду к воспалению. В том же хлебе есть такой рост, который называется блютен. На эту тему можно проводить отдельную лекцию, конечно, но действительно, на самом деле, это очень большая проблема. Джеральд Дойман, это психолог Алифорнийского университета из Лос-Анджелеса, издал книгу основной нитью, где звучит, что сельское хозяйство привело человечество в катастрофе со здоровьем. Потому что появилась модифицированная пшеница, где много очень глютена, а там есть такой белок, который соединяется с сахаром, образует нерастворимые соединения в кишечнике, которые разрушают кишечную стенку, которые активируют иммунную систему на борьбу с эпители, с клетками кишечника, которые способствуют разрушению цемента между клеточками кишечника и все токсины, обломки бактерий, грибов попадают в организм, иммунная система их начинает атаковать и образуется еще молекулярная аммигрия. То есть этот глютен по своему составу очень похож на некоторые органы и включается аутоиммунная реакция. И очень много уже диетологов описывают, что аутоиммунное заболевание можно излечить полностью, убрав из организма клеток. Я думаю, что вот эта диета Веркман, это немецкий диетолог Веркман, давным-давно разработал эти принципы питания, когда уже есть заболевание. Он не знал еще о глютене, но он уже тогда говорил, что нужно, если есть заболевание, а особенно профилактика заболевания, исключить из питания хлеб, любые виды хлеба, потому что больше всего глютенов, пшеницы современной, а также продукты из коровьего молока. Продукты второго молока полезны только, может быть, вот теленочку, когда он отелился, а людям там совершенно другие белки, и они способствуют образованию слизи. Вот этот же профессор Батичка сказал, что если вы видите ребенка с соплями, исключите из его питания молоко и хлеб. Я вам скажу, что я своих внучек, слава Богу, что меня семья поддерживает, мы до трех лет, а говорят, что первые тысячи дней жизни ребенка обуславливают его дальнейшую жизнь, мы до трех лет им не давали ни хлеб, ни сахар, ни конфеты не давали, и не давали коровье молоко. И действительно, они были совершенно здоровы, но сейчас выросли, естественно, вокруг все едят соломки, сухарики. Как только они начинают кушать соломки и сухарики, через неделю на сло, несмотря на то, что они пьют трансфер-фактор с самого рождения. Понимаете? Только мы это убираем, все, дети перестают болеть. Поэтому я еще раз даже личным опытом убеждена, что это правильно. И есть у меня пациент, один пациент с гепатитом С, у которого было аутоиммунное заболевание и страдала именно аорта, нужно было оперировать, высокие трансаминазы. Я посмотрела, ему нужно было 5 продуктов всего лишь. И вот, естественно, хлеб и молочное это однозначно было исключено, и вот после двух недель этого, исключения этих продуктов, воспитания, он мне позвонил, сказал, что у него прошла заложенная снос, которая уже много лет беспокоила. И только один трансфер-фактор и исключение вот этих продуктов, ну, он там выращивает саморасторожную, у него благополучно и аутоиммунное заболевание, это исчезло. И он сам доктор, конечно, что-то себе там еще травмы какие-то заваривал, но когда мы вот это все сделали, 6 месяцев прошло, гепатит С не тестирует, ну, РНК вируса не выделяется, и нет этого воспалительного процесса в ауорте, да, в ауорте, и он похудел на 14 килограмм, благодаря вот такому питанию. Так что это не очень приятно, это очень сложно, потому что люди очень зависимы. Этот блютен связывается с опиоидными рецепторами мозга, их раздражает, и возникает зависимость от хлеба. Есть пациенты, которые вообще не могут, не съедают по батону в день, и, конечно же, это ведет и к гипертонии, и так далее. Каким образом мы можем от этого избавиться? Мы можем готовить еду дома, потому что блютен сейчас везде, и в соусах, вот где вы видите фразу, как эта фраза называется, да, гидролизированные растительные протеины, смотрите на состав, или пищевой фрахмал, смотрите на состав, это блютен, он везде, во всех продуктах, которые фабричны на производство. Готовить надо дома, и кушать домашнюю еду. На одной из конференций я слышала исследование, и оно доказано, что если человек питается вне дома больше одного раза в неделю, это повышает риск возникновения гипертонии, увеличение объема талии и снижение липопротеидов высокой плотности, то есть хорошего холестерина. Еще, что нам питание дает? Антиоксиданты. Антиоксидантная система для нас очень важна, особенно тем, кому уже за 40, потому что в нашем организме практически антиоксиданты уже не производятся, и их мы можем получать из пищи. Вы видите продукты, которые я не все, конечно, показала, но это витамин А, витамин С, витамин Е, зеленый чай, экстракт, корточек винограда, особенно красного винограда, респиратрол, ликопен из помидоров, но вот прекраснейший антиоксидант является реавидом. Я надеюсь, что оно у нас будет. Вы знаете, лучше антиоксиданта я еще пока не видела, который бы так здорово работал на любые диагнозы, даже клинические. Вот интересно, снимали ауру человека до приема реавиды. А что такое аура? Это электромагнитные поля, это качество наших биохимических процессов. Вы видите, как через 10 минут после приема реавиды полностью восстанавливают, то есть никаких пробоев по ауре нет. Диетологи, то есть мы уже знаем, как это влияет пища на иммунитет, на кишечную флору, на проблемы долголетия, но есть еще много, не просто что мы едим, а как мы едим. Диетологи определили вот всем так называемым грехом питания. Есть слишком много. То есть нельзя есть слишком много и нельзя есть слишком мало. У каждого из нас есть основной метаболизм и какая-то степень физической активности. И вот сколько мы тратим калорий, столько мы должны потреблять. Если мы едим мало, возникает чувство голода, неуледворенность, раздражительность, недостаточность активности фермента. Если мы едим много, мы имеем лишний вес и различные заболевания. Есть слишком жирно. Жирной пищи очень много. Любая еда, опять же, вне дома, она вся жирная, потому что, ну, она вкусная. Поэтому для того, чтобы было вкусно, добавляется много жира. Нельзя не есть совсем жир, он нужен, но нужно знать, какие жиры кушать. Есть несбалансированные. Различные строгие диеты, они нарушают наше здоровье. То есть еда должна быть сбалансирована. Есть не вовремя. Вот это, кстати, тоже очень важно. У нас есть у всех активность меридианов. Каждый орган имеет свою активность. И вот есть такие органы вещеварительные, которые максимально функционируют в определенный период. С 7 до 9 утра меридиан желудка, с 9 до 11 утра меридиан поджелудочной железы. И не зря считают, что завтрак съешь сам. То есть действительно, самым хорошим должен быть завтрак, потому что он хорошо переваривается в это время, он дает нам энергию. Вечером же, с 7 до 9 вечера, с 9 до 11 вечера, эти меридианы в минимуме. А что мы делаем, если мы приходим с работы в 9 часов начинаем кушать, пища у нас практически не переваривается, она будет бродеть, гнить. И она начнет перевариваться утром, когда мы проснемся в 7 утра. Естественно, мы кушать не хотим, потому что она только что начала перевариваться. И вот пошла цепочка. Мы утром не едим, едим вечером. Зашлаковываем свой организм, естественно, не выспались, устали. Вот, поэтому, вот учитывая эти меридианы, естественно, что завтрак должен быть хороший, должен быть максимальный. А кушать, самое позднее, это уже с 5 до 7 часов, когда еще меридиан почек функционирует, как выделительная система. Есть неправильно приготовленное, ну, даже не буду на этом обстанавливаться, потому что все мы знаем, как правильно готовить. Но оно не очень вкусно, наверное, но все-таки это здорово. И вот этот принцип есть неосознанно. Люди, многие, вот как правильно Розалия Николаевна сказала, не задумываются, что мы едим, когда мы едим, как мы едим. Если мы машину заправляем, мы думаем, какой бензин надо залить, чтобы двигатель не сломался. Почему никто не думает, что надо слушать человеку? Каждый человек должен стать осознанным в отношении своего питания и питания своей семьи. Примерно он должен знать, какой должен быть калораж. Это несложно. Сейчас в интернете все есть. Какое соотношение белков-жировоглеводов? Как готовить еду? Ну, я вот сегодня много рассказала. От чего, возможно, надо отказаться? А что нужно включить в рацион? То, что мы не включаем в рацион. И в этом плане, конечно, очень помогает новое направление, которое называется нутригенетика и нутригеномика. То есть сейчас уже разработаны и достаточно доступны тесты для того, чтобы посмотреть каждому человеку, какие у него есть нарушения в ДНК, что он может не усваивать, не переваривать. И тогда это вообще будет, ну, скажем, стопроцентная оценка то, что нам кушать, а как кушать и когда. Я думаю, что каждый уже сделает вывод из моего сегодняшнего выступления. И для того, чтобы оценить, правильно ли я питаюсь, не обязательно идти и сдавать анализы. Не всегда холестерин будет повышен. там и... Кстати, благодаря тому, что мы начали работать с лишним весом, я заметила, что у людей 45 лет, я всех назначаю анализ на холестерин, повышен холестерин, сниженные липопротеиды, высокой плотности. То есть, как бы тихо-тихо подкрадывается отраспылью. Так вот, есть такой метод диагностики пятизеркал. Это уши, глаза, кожа, ну вот даже наше лицо. Между прочим, в интернете постоянно я вижу эти посты. Посмотреть на свое лицо, на свою кожу, где есть какие-то нарушения, высыпания, родинки, какие-то шелушения. Пожалуйста, сразу вы можете себе поставить диагноз. По тому же языку посмотреть на язык, где есть обложенность, где есть какая-то атрофия налета, тоже можно поставить себе диагноз. И тогда мы можем понять, правильно ли мы питаемся, все ли у нас в порядке с пищеварительными органами. И вот, благодаря такому питанию, которое раньше говорили, болезни от нервов, а сейчас, наверное, 80% все-таки болезни от питания. Я желаю здоровья вам и вашей семье с правильным питанием.